Обычно сейчас новости живут очень-очень недолго, вот поразительная вещь, да, так сказать, только-только, казалось бы, раньше месяц пообсуждали это интервью, а вот уже мы на излете всех экспертных оценок, можем себе позволить взглянуть на весь этот сквирт, как я говорю, двухчасовой президента Путина, так называемый президент Путина, и оценить вообще, зачем это все было надо, потому что, ну, разные оценки высказываются, я сам тут много где комментировал, все-таки интересно послушать вас. Вот ему зачем это надо было, потому что инициатор явно не Карлсон, Карлсон много у кого чего просит, но почему соглашается, значит, клиент, это же ведь всегда решение, ну, такого, как Путин, понимаете, это же не Карлсон попросил ему разрешение, вот зачем ему это надо, вот для чего? Знаете, я думаю, что у многих, кто ожидал этого интервью, были такие вот завышенные ожидания от того, что произойдет, мы вообще живем в эпоху завышенных ожиданий по любому поводу. О, да. В первом собрании его сочинения, которое начало издаваться незадолго до его смерти, это были знаковые тексты. Каждый текст определял определенные изменения политических позиций Советского Союза по тем или иным поводам. И, конечно, можно было подумать, что раз Путин, который тоже находится в таком состоянии Сталина, в состоянии конфронтации с Западом, решил поговорить с изначально лояльным американским журналистом, с американцами он вообще не разговаривал с 2021 года, то это означает, что он должен дать какие-то сигналы. Кому? Ну, возможно, тем людям, которые будут аудиторией этого интервью, возможно, аудитории, которые благосклонно относятся к Дональду Трампу, возможно, самому Дональду Трампу. И это должны быть сигналы о том, как может разрешиться там кризис в российско-американских отношениях, в том числе и связанный с войной в Украине. Но после того, как я это интервью просмотрел, я должен сказать, что я вижу одну единственную причину в этом интервью. Что? Продемонстрировать, что никакой вообще изоляции Российской Федерации нет. Вот мы столкнулись с очередным российским комплексом неполноценности. Я, кстати, очень доволен, что это интервью вышло практически в то время, когда публика еще не завершила дискуссии по поводу экранизации «Мастера и Маргариты». Потому что Карлсону в Москве относились как к Воланду в Москве. За ним бегали, смотрели, куда он идет, в каком магазине он расплачивается, какие он там сэндвичи покупает. Он был такой поп-звездой, что совершенно не соответствует его статусу, но соответствует отношению, скажем так, общества, испытывающего глубокий комплекс неполноценности, к любому западному визитеру. Вот они к нам приехали. натренированных, да, пловцов красивых, которые должны были, так сказать, ублажить его хотя бы взгляд. Я там не знаю уже, как дальше развивалась эта история, естественно. Ну, то есть они с Андрожидом ничего не добились, но тем не менее, они даже на такое готовы были идти, чтобы гостю Запада понравилось. Не просто там поездки на заводы и поля, вот нравятся тебе мужики, мы тебе бассейн устроим, как аквариум с рыбками, пожалуйста. Это вот ровно там пушкинская сказка о рыбаке и о рыбке. Все, что хотите. И точно так же было, мы помним, с Ромелом Роланом, точно так же было со всеми гостями Советского Союза. Уже, кстати, самый яркий аналог этого интервью Карлсона с Путиным, это интервью Герберта Эллса с Лениным. О, да, известно. Скажите, Владимир Ильич, как вообще вы видите развитие… Кремлевский мечтатель, помните? Да, Кремлевский, но это же тоже было фактически интервью с Кремлевским мечтателем, по большому счету. Просто, конечно, Карлсон не человек масштаба Герберта Эллса, но Герберта Эллс был великий писатель, как бы там ни было, а Карлсон просто такой маргинальный телекомментатор, но с большой аудиторией, не меньше, чем у произведения Герберта Эллса, это правда. Вот, и в этом смысле я увидел теперь только это, вот доказательство того, что, во-первых, что Запад хочет с нами разговаривать и смотрит на нас восхищенными глазами, хотя даже Карлсону не удалось сделать восхищенные глаза, когда он очутился в этом мутном аквариуме с Путиным. Во-вторых, что на Западе есть люди, которые разделяют наши ценности. Это ведь тоже очень важный момент этого комплекса неполноценности, потому что, понимаете, мы можем сколько угодно комментировать путинский поворот на восток, все эти разговоры про то, что мы там Москва-Пекин, что мы будем ездить отдыхать в Пхеньян, но это просто не русская цивилизация. Русская цивилизация, как бы там ни было, она по большому счету европеизирована, пусть чисто атрибутивно. Ну, стилизована. Да, но она стилизована именно под Запад, а не под Восток. В любом случае, все эти русские писатели, которым мы гордятся в России, они так или иначе являются частью европейской, а не китайской литературы. Они подражали европейским, а не китайским или японским писателям. Так или иначе... И мы не наследниками были романтизмы и так далее, европейского. Так или иначе, в России там экранизируют три мушкетера, а не произведения корейских или китайских писателей. Я имею в виду для всенародного такого просмотра. Ну, то есть, это все равно, скажем так, это глубокая, атрибутивная окраина западного мира. И поэтому, конечно, очень хочется доказать, что на Западе есть люди, которые разделяют российские ценности в путинском их варианте. Потому что российскому либералу легко найти себе собеседника в Париже, Нью-Йорке, в Брюсселе, где угодно. А российскому почвеннику, который говорит о традиционных ценностях, как бы тяжело. Вроде бы их нет на Западе, нет, они есть. Они к нам специально едут, они заглядывают нам в глаза, они интересуются уже нихуя из мистера Путина, какие мысли у этого замечательного мистера. Потому что, вы же видите, по большому счету в самом тексте интервью нет вообще ничего нового. Я иногда мечтаю, чтобы у него действительно были двойники. Реальные. Ну, то есть, не двойники, которые могут там ездить в какой-нибудь Мариуполь, а просто какие-то люди, которые способны давать интервью, которые могут генерировать какие-то смыслы. Потому что сам он, вот он как будто бы как пластинка какая-то. Вот его ставишь, включаешь, и он как андроид начинает вот жить в этой заданной программе. Рюрик, Великий Новгород, украинцев нет, австрийский генштаб, нам обещали вступить в НАТО. Я просил, меня не приняли. Почему вам можно нарушать международное право, а мне нельзя? Я сам могу дать интервью Токеру Карсону от имени Путин. Потому что я все это уже знаю наизусть за эти 22 года его правления. Я, в принципе, все его фразы, обороты, представления о жизни выучил настолько, что я могу играть его роль, так сказать, без сценария, без суфлера. Вот если вы сейчас захотите провести со мной интервью от имени Токера Карсону, я вам два часа проговорю. Все как Путин, без допинки. Но это же означает, что он вообще ничего нового не создает. Ну, вот единственная новость, которая была в этом интервью, это то, что он начал говорить, что Гитлер, начал защищать Гитлера странным образом. Но это уже признак маразма, понимаете? Потому что они раньше себя так отчаянно не выдавали. Вы же знаете, что они в Комитете Государства СССР всегда втайне восхищались Гестафо, вот всем этим. А, да, да, это не секрет. Ну и 17 мгновений ровно на этом основе, когда они решали, что они решили или нет. И они, в том же конкурсантах, такие они вызывают симпатии, не вызывают, особенно Мюллетт. Это целая история была. Да, конечно. Но они это никогда не выдавали. Они делали вид, что им это ужасно все не нравится. Вот. Идеологический навес был, что он вообще рухнул. Но это не относится к его, ну чисто действительно возрастному, он в нем прорывается, так сказать, внутренне. Я говорю, он себя с большим трудом контролирует, понимаете? И у него вот вырываются какие-то такие мысли. Это тоже небольшая новость. Но просто это вот было публично сказано, мы это услышали, что Польша заигралась, что Гитлер был вынужден, что он предлагал им по-мирному отдать данцик, а они отказывались. Вот получили под заслугу. Это же по большому счету так стрипаляция на нынешнюю ситуацию. Что вы же видите? Мы сильные мира сего, Гитлер, я, мы сначала говорим по-хорошему, отдайте Крым, отдайте Луганскому. Но они не слушаются, но приходится начинать мировую войду. Ну а что же нам делать? Они заигрались, мы же хотим по-плохому. А они хотят по-плохому, какие сволочи. Ну и такое, понимаете, и это все сочетается с подбесием, да, вот в голове. Но это нормально. Это обычное гибистское шезрение, я даже не скажу российское. В этом смысле анализировать с точки зрения новизны очень тяжело. Я считаю, это опять-таки глубокое такое состояние, плод российского комплекса неполноценности, который распространяется от, условно говоря, обыкновенных каких-нибудь гопников, которые, перечащи, они ненавидят Америку и стоят при этом в американских джинсах, и слушают американскую музыку, и заканчивается Путиным, который хочет говорить с Америкой, пусть с таким, но с американским журналистом. Вот и все. Ну интересная мысль по той простой причине, что есть другие оценки. Кто-то, по-моему, обоснованно тоже считает. Я отношусь тоже к их числу, хотя с изоляцией понятно, но у него были возможности продемонстрировать, и он не применет воспользоваться этим еще и дальше, продемонстрировать отсутствие изоляции. Он ездил на глобальный юг, так называемый. Он был в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии. Он сейчас в Турцию собирается, видимо, после выборов уже. Он это да. Но все-таки к американской аудитории, а именно туда мы видим адресацию, потому что там, я не знаю, пусть меня поправят, то ли 60, то ли 70 уже миллионов просмотров, или уже больше, что-то так, какие-то запредельные цифры. Ну и на английском, и американском журналисту. Там ведь вот важная фраза была сказана о том, что вы сами на порта через год, вы исправляете. А мы-то готовы к делу. Мы-то готовы. Нам не важно имя того, кто будет занимать кабинет, овальный кабинет. Пусть сам американский истеблишмент примет решение, и он предлагает, слейте, сдайте Украину. Это все, что я прошу. Согласитесь со сдачей Украины. Ну, я не знаю, каким еще. Уже он мегафон взял и кричит об этом, да? Но он же об этом постоянно говорит. Об этом нет ничего нового. Здесь есть. Это же в канун ноябрьских выборов в Америке. Сейчас это может произвести с учетом того, что говорит Трамп. Смотрите, представьте себе, что вы Трамп. Вы считаете, что ваша задача прекратить эту войну и дать возможность Путину сохранить лицо, правильно? Потому что у вас, у Трампа, все с лицом хорошо, вообще президент Соединенных Штатов, вы глава сверхдержавы, у вас проблема с Россией, ну, отлично. Байден не дает Путину сохранить лицо, я дам Путину сохранить лицо. Что Путин говорит Трампу? Послушай, Дональд, у меня с лицом все замечательно. А как ты будешь свое лицо сохранять, это твоя проблема. Вот как ты захочешь сохранить себе лицо, я пойду тебе навстречу. Подумай о том, как тебе сохранить лицо. Насколько это для людей типа Трампа является каким-то вообще ободряющим сигналом? Я не уверен. Поэтому тут как раз я считаю, что... А здесь есть Карсен, то, что это именно Карсен, а Карсен сам Трамп называл, ну, смеясь о том, что он его вице-президентом сделает. Понятно, что он его не сделает, но Карсен очень близок к Трампу, это известно. Я понимаю, но вы не думаете, что Трамп и Карсен тоже могли рассчитывать на другой результат этой беседы? Да, буду пустить. Вот, что они рассчитывали, что Путин там предложит некий конкретный план конфромисса. Ну да, 24 часа о прекращении войны, о чем заявлял Трамп. А он разве этого не сделал? А он разве этого не сделал? Нет, конечно, он сказал, подумайте, как вам сохранить лицо. Вам для начала нужно признать факт того, что украинские территории, которые я оккупировал, это российские. И вот как вы это сделаете, это не моя проблема. То есть не моя проблема, как вы плюнете на международное право. Ваша задача плюнуть и сохранить лицо. И тогда мы с вами будем разговаривать. Нет никаких проблем. Ну, мы же знаем эту идею. Она, кстати, все время звучит. И, между прочим, сегодня об этом говорил Песков, что весь смысл интервью был в этом. Что Россия готова к переговору. Но это, опять-таки, обыкновенный пункт о признании территориальных реалий, которые существуют в российских предложениях с 22-го года. С момента аннексии Донбасса и Юга Украины. Все время идет речь о том, что Украина должна признать территориальные реалии. Запад должен признать территориальные реалии. И это, кстати говоря, во многом идет от и уверенности их, что рано или поздно все смирятся с фактом. Вот это же тоже советское наследие. Советский Союз, как вы помните, не признавали до 30-х годов. Первым американским президентом, который вообще признал СССР и послал туда посла, был Франклин Рузвельт. Собственно, с этого момента отсчитывается история Спаса Хауза. Потому что до этого времени никакого американского посла в Москве вообще не было со времен Российской империи. И это совершенно очевидная вещь, которая протянулась где-то там на 15 лет примерно. И они и тут рассчитывали, что по крайней мере с Крымом все будет понятно, он будет признан российским. И, кстати говоря, я хочу вам напомнить, что когда Владимир Зеленский принял это решение о проведении форума Крымская платформа в честь юбилея украинской независимости в 2021 году, да? В 2021 году. Это вызвало, мне кажется, совершенно непредвиденную для многих реакцию в Москве. Потому что для украинского руководства это был именно форум. Форум, который должен был продемонстрировать, что Украина хочет решить крымскую проблему, прежде всего политическим путем, что она хочет, чтобы другие страны признали, что Крым это часть Украины, а не часть России, чтобы это было в очередной раз обозначено. Результаты, как мы знаем, были совершенно другие для России. В России просто с бешенством восприняли этот форум, потому что большое число руководителей многих стран, которые туда приехали, означали, что этот план про легитимацию Крыма провален. И опять-таки, я не думаю, что в Киеве тогда рассчитывали на такую российскую реакцию. А все дело в том, что Россия живет в своей реальности политической. Не совпадает с мировой, не совпадает с украинской, не совпадает с западной. И когда какие-то страны, которые там пишут Владимиру Владимировичу Путину и приносят ему в папочках, не совпадают, то это, конечно, приводит к серьезному замешательству, я бы сказал, и раздражению. И я считаю, что вот та демонстрация, которая была проявлена международным сообществом с точки зрения отношения к аннексии Крыма, это тоже было частью вот этого вот плана, что ах так, ну тогда надо менять украинское руководство, чтобы получить то украинское руководство, которое само признает аннексию. Это для России важно, как мы видим. Важна легитимизация украденного. Она не происходит и не происходит. И я так понимаю, что сейчас это одна из главных идей переговоров с Западом, что мы можем там на каком-то этапе прекратить войну, даже не сдачей Украины. Потому что понятно, что Запад не то, что не будет сдавать Украину, у него нет никакой надобности сдавать Украину по той простой проблеме, что украинская территория не контролируется российскими войсками. Но для того, чтобы прекратить истязать Украину, Путин может хотеть, чтобы эта территория, которая была оккупирована войсками, была признана Украиной и Западом в качестве территории России, чтобы произошла легитимизация украденного, чтобы вот так вот изменился мировой порядок, чтобы вот те вот фокусы с присоединением чужих территорий, которые он проделал, были признаны в качестве приемлемых. И он верит, что это возможно, что это достижимо. Вот в чем ужас ситуации. Так, давайте вернемся к личности Путина. Что мы еще при всей ненавизне его исторической реминесценции все-таки в его этом назидательной, последствии даже в заискивающем тоне местами. Ну вот папочка с копьями, возьми, Карл, да зачем она мне? Бери, прошу тебя. Там все есть. И вот эти 20-минутные первые, значит, спич по поводу исторических обоснований, ну, которые мы частично уже затронули, ну так глубоко ухать и в Киевскую Русь куда-то еще, ну, я просто даже... Для американской, а не для европейской аудитории. Не для европейской. А почему? В чем разница? Что они глупее, они не знают, они эту историю не знают или что? Или в Европе более... Для Соединенных Штатов это не так важно. Европеец, условно говоря, еще право консервативный, может интересоваться всей этой историей Священной Римской империи. Он понимает, что с ним говорят о временах, условно говоря, Карла Великого, в Византийской империи. В европейце есть люди, ну, то есть это просто другой ритм развития цивилизации. По крайней мере, понятно о чем-то, а контекст ясен. Ну, если ты образованный человек, скажем так. А в Соединенных Штатах история по-другому воспринимается. Соединенные Штаты это все-таки государство новое. И когда с американцем начинаешь говорить обо всех этих вот рюриках, варягах, греках и прочих, то американец просто не очень понимает, к чему бы это. Вот вы говорите, что посмотрели там миллионы людей. Я не думаю, что эти миллионы... Да, да, конечно. Вопрос же, сколько они смотрели. Дошли ли они до сути или на десятой минуте их просто сдурели от этого всего кошмара. Это, кстати, та самая историческая лекция, которую Путин читал Макрона. Ну да, он разумеет и в своей статье, помните, у него была в июле там вот эта знаменитая и так далее. То есть явно там то ли рука Мединского, то ли каких-то еще таких же товарищей. Вот. Ну понятно, что это... Нет, нет. Это все пошло с начала 90-х годов. Так. Я очень хорошо помню твой диалог с Анатолием Александровичем Собчаком в Санкт-Петербурге в 92-м, кажется, году или 91-м, я не помню уже, когда я приезжал в Петербург, встречался с Анатолием Александровичем, он брал у него интервью, и мы разговаривали помимо интервью, и он там произнес вот эту вот знаменитую фразу, которую он, кстати, говорил и в Киеве, когда приезжал, что если Украина там выйдет из Советского Союза или там откажется от Союза с нами, тогда же казалось, что она не вышла, потому что есть СНГ, то без подарков большевиков. Это была концепция Собчака, я помню Путина в этом кабинете во время этой беседы. Мне он ничего не говорил, я не могу его процитировать, я не такой счастливчик, как Токер Карлсон, но я помню, что говорил Собчак, понимаете? И я считаю, что это идет все оттуда, не от Мединского, и не от того, что Путин прочитал или ина, а от их представления о том, что вообще должно происходить на территории Советского Союза, даже не просто КГБ, у КГБ есть четкая позиция, и была, она перешла в ФСБ, что все это в границе 91-го года должно быть ими контролируемо, а есть позиция Собчака Путина, команды этой, которая фактически стала править Россией. Собчак, если вы помните, возглавлял делегацию из Москвы, которая прибыла в Киев, для того, чтобы поговорить о результатах голосования Верховной Радио Украинской ССР еще тогда о превозглашении независимости Украины. И вот это вот оно и было. И Собчак не случайно возглавил эту делегацию, потому что он был глубоко оппозиционен к этой всей истории. Все это, понимаете, развивалось поступательно, потому что, когда Собчак во главе этой делегации еще пребывал в Киев, тогда была еще идея, что украинцы не проголосуют 1 декабря 91-го года в поддержку акта независимости. В Москве же все свято в это верили. И что потом, после того, как референдум провалится, мы будем все решать с украинскими властями. Кравчук играл на этом тоже. Помню, что он не приезжал на эти совещания по созданию обновленного союза, говоря, ой, слушайте, у меня же 1 декабря выборы и референдум, куда я приеду, я тебе потом к вам приеду. Я тебя поцелую потом. И так все это бойкотировалось. Наш премьер-министр сбежал буквально с пусты слова Витольд Покин со встречи, где подписывалось соглашение о создании экономического союза. То есть все это вот так было. А потом, фактически, Россия оказалась перед фактом того, что большинство украинцев поддержало акты независимости, и мы оказались в новых реалиях. Но вот эта вот формула без большевистского подарка, она была уже тогда озвучена. И по большому счету Путин в 2014 году, когда была аннексия Крыма, он четко перечислил те регионы, которые, по его мнению, должны быть присоединены именно к Российской Федерации. Но еще раз повторюсь, это старая идея, она идет с конца 80-х, начало 90-х годов. Эта идея была Антолика Александровича, не Владимир Владимировича. Просто Владимир Владимирович смотрел на Антолика Александровича, раскрыв рот. Это тоже правда. Любопытно. Но вот хорошо. Значит, в нем это всегда жило, потому что Карлсон, если вы видели, все время пытался его перебить, уточнить. А что ты, говорит, об этом не говорил с момента прихода своей к власти? И только, нет, погоди, я сейчас все, всю тебе методичку расскажу и тогда только отвечу. И свел это к тому, что вот мы двигались, двигались, и вот если бы, ну так по логике, я имею в виду в самом общем виде, как она понята, если бы вот Минские соглашения выполнялись, не было бы Майдана, устроенного в 14-м году ЦРУ, не было бы вот этого изгнания, может, не самого лучшего, не берусь судить, говорит президент Янукович, договорились, договорились, припоследничестве европейцев, все время вот это вот, если бы вот это не делали, вот это не делали, вот это, то мы бы вас забрали, в общем, как мы уже продолжаем от себя, мы бы вас забрали целиком, а не частями, как нам приходится сейчас вас отпусывать, по краям и так далее. То есть кто-то что-то все время должен был для него делать, понимаете, и тогда бы вот этого не произошло, не произошло иначе, да, понятно, если представить на секунду, что Украину захватили бы в феврале 22-го года за три дня, как они планируют, ну я условно имею в виду три дня, да, то, наверное, другие были бы обоснования, потому что вся Украина, это как территория исторической России, он, кстати, Советский Союз несколько раз называет, ну вы понимаете, говорит, Советский Союз, это, говорит, историческая Россия. Это Россия, это историческая Россия есть, да. Он прилагательно использует исторической России, то есть он, что Сталинский СССР, как я понимаю, из логики того, что он говорит Ленинский СССР, это историческая Россия. Подождите, я же вам рассказывал этот план неоднократно, это оно так и есть. Этот план я могу разложить по пунктам. Ну давайте еще раз, потому что зрители должны. Ну это, это план исправления ошибки 1991 года. Значит, первый подпункт плана говорит о том, что ни одна из бывших Советских Республик не должна вступать ни в какие интеграционные объединения, которые налагали бы, какую-то ответственность на их участников по защите бывших Советских Республик. То есть никакого НАТО, никакого Евросоюза. И это, кстати, то, что сегодня говорил Виктор Орбан на своей дискуссии с бывшим федеральным канцлером Австрии, Вольфганом Чушселем, что Украина должна стать буферным государством, что Россия никогда не допустит вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Вот, например, почему Украины, они, например, Финляндии, да, она же тоже вроде бы на границе с Россией, а потому что это не Советский Союз, это вне границ, это историческая Россия в понимании чекистов. Вот. Значит, таким образом, если какая-то бывшая Советская Республика пытается слишком далеко от нас отползти, мы ее делаем инвалидом. Молдову, Грузию при Ельцине, Украину при Путине. Это следующее этап. Следующий этап, это если они все равно даже в роли инвалида пытаются куда-то попасть. Я, кстати, считаю, что важным триггером было заявление Байдена о том, что Украина сможет стать членом НАТО даже без решения вопроса оккупированных территорий. Это же было сказано. То тогда мы пытаемся изменить сам ход истории, условно говоря. Создать там лояльное правительство, которое примет нужные нам решения. Значит, как должна была развиваться ситуация в принципе в 2022 году. Россия должна была оккупировать Украину. В Киеве должно было прийти к власти правительства-коллаборационистов во главе с Януковичем и Медведчуком. Потом Янукович бы ушел в отставку. И Медведчук, согласно Конституции, будет пикером Верховной Рады, стал бы исполняющим обязанности президента. Но это уже не важно, это кадровые решения. И это правительство, судя по обращению Ельцина к россиянам, в ночь с 23 по 24 число, когда он говорил о самоопределении народа в Украине, должно было бы обеспечить проведение референдумов тех регионов, которые Россия считает исконно своими. То есть, условная Новороссия. Эти регионы вошли бы в состав Российской Федерации. А та территория, которая бы оставалась под контролем этого правительства Виши, Януковича, Медведчука, она бы вошла в состав союзного государства России и Белоруссии. Появилось бы союзное государство России, Белоруссии и Украины. При этом понятно, что та территория, которая вошла бы в состав России, это была бы территория Юга Украины. Значит, российские войска вышли бы на границы с Приднестровьем и обеспечили бы присоединение Республики Молдова тоже к этому вот объединению. Либо, по крайней мере, приход к власти в Молдове пророссийского правительства и объединения Приднестровья уже по плану Козака, чего-нибудь такое, то есть по лишению реального суверенитета Молдовы. Это следующие шаги. Это было в тех планах, которые были обнародованы до 2030 года, о установлении российского влияния. Потом идут следующие шаги. По созданию наднациональных структур Евразийского экономического союза и преобразованию его в какой-нибудь просто Евразийский союз, по привлечению в этот союз всех оставшихся бывших советских республик. Тут, конечно, есть проблема Грузии и Азербайджана, но Путин мог бы считать, что после того, как он там победит Украину, они перепугаются и сами на все согласятся. Ну и в любом случае большая часть этих республик должна была бы войти в этот Евразийский союз к 2030 году. А после 2030 года он должен был бы стать просто обыкновенным союзным государством или конфедерацией, сохранением формального суверенитета членов, но с полным, так сказать, влиянием России. Я даже думаю, что они не стали бы лишать эти бывшие советские республики суверенитета как такового, в случае, если бы они имели определяющее влияние при принятии принципиальных решений, потому что им просто нужны места в ООН. Это уже 12 мест, понимаете, вместо трех, которые были у Советского Союза. Ну вот это вот вся, это первый путь из истории, то есть они создают такую рыхлую конфедерацию полностью, марионеточных государств от Ужгорода до Ашхабада, но при этом понятно, что Россия, Украина и Беларусь в этой конфедерации выступают в роли союзного государства, а затем предъявляются претензии на зону влияния в Центральной Европе. Вот в русле тех предложений по гарантиям безопасности о том, что новейшее вооружение из стран Центральной Европы должно быть выведено. При этом, как вы понимаете, это уже не просто слова Министерства иностранных дел, а это конкретное предупреждение, что в случае, если это вооружение не будет выведено, то в рамках союзного государства будет подписано соглашение, оно и было бы подписано, о размещении ядерного оружия на территории союзной Украины, возвращении туда ядерного оружия и создании каких-нибудь там ракетных войск союзного государства к части которых будет размещаться, например, в Закарпатской области Украины. Украина, не Российская Федерация, Украина как части союзного государства. Вот либо это так, либо из бывших центральноевропейских стран, которые были в Варшавском договоре, выводится новейшее вооружение НАТО. Эти страны, естественно, дрейфуют в сторону России, потому что они испуганы, там усиливаются пророссийские настроения. И в конце концов, к 2036 году по сути восстанавливается не только Советский Союз фактически, но и зона его влияния Ялтинская. Вот простой очень план, можно его... Более того, это не план, который там я в голове придумываю, это документы, которые мы частично видели, когда они публиковались в западных медиа. Это результаты, так сказать, моих многолетних бесед с российскими источниками, которые всегда говорили о заинтересованности Путина. Все то, что там я видел или слышал, все осуществляется пока что в рамках этого плана, просто есть замедление, условно говоря, именно благодаря сопротивлению героическому украинского народа и вооруженных сил российской агрессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин